Когда корабль Зоба прилетел на планету, он почти касался земли или даже стоял на земле, но в кадре с Человеком-пауком четко видно, что корабль висит высоко над землей. У них что, парковка по принципу сначала во что-то врезаться, а потом набрать высоту, чтобы пафосно телепортироваться? Черный гном прилетел вместе с Зобом. Вонг открыл портал и отправил гнома неизвестно куда, возможно на Северный полюс, и отрубил ему руку. Зобу летел на корабле с Доктором Стрэнджем. Человек-паук и Старк убили Зоба, выкинув его в открытый космос. Как черный гном попал на последнюю битву и еще успел сделать себе протез? Послушайте, Танос собрал величайшее войско во вселенной и не остановится, пока не достанет. Камень Вижн. Лучше его уничтожить. Даже Вижн понимает, что самый простой способ остановить план Таноса это уничтожить камень. Танос истребит пол вселенной. Одна жизнь ничто на фоне такой угрозы. Не согласен. Мы не торгуем жизнями. Капитан Америка. Защитник землян. Он не торгует жизнями, то есть одной жизнью электроника с камнем в голове, но спокойно готов угробить половину живности вселенной. Была пустота. Затем бум! Большой взрыв. И в девственный космос устремились шесть первородных кристаллов. То есть камни пережили большой взрыв, но простая рыжая девка, Хадукена, которая не наносит никакого урона, может спокойно уничтожить камень разума. Каждый день. Почти 20 лет. Танос не живет на планете Земля, как и Гамора. Почему он использует земные меры времени? Космолет сам корректирует курс, идет на автопилоте. А перепрограммировать? И домой. Доктор Стрэндж может открывать порталы куда угодно. Зачем что-то перепрограммировать? Этот камень ни при каких обстоятельствах не должен попасть к Таносу. Вы хоть понимаете, насколько высоки ставки? По крайней мере, у себя он нас не ждет. Так устроим ему сюрприз. Идеальный план. Втроем нападать на Таноса и его армию, на его территории, если учесть, что все союзники Старка на земле. Старка на земле. Жизнь бьет ключом. Дети сыты. Чистое небо над Захаберией. Чем тебе не рай? Потому что ты убил полпланеты. Всего-то. Танос размышляет, как типичный параноик-маньяк-психопат. Эйнштейн говорил, только две вещи бесконечны. Вселенная и человеческая глупость. Хотя насчет Вселенной я не уверен. Вам взгляд Таноса на проблему перенаселенности ничего не напоминает? Я не говорю о Гитлере и его теории расового отбора. Я не говорю о теории Томаса Мальтуса, что неконтролируемый рост населения Земли приведет к голоду на Земле. Я имею в виду теорию золотого миллиарда. Нужно оставить живых только один миллиард населения. В штате Джорджия стоит памятник заповеди Джорджии, на котором написано, что должно быть вообще 500 миллионов. При этом все прекрасно понимают, что под нож пойдут самые бедные и незащищенные свои населения. Поэтому данная концепция спокойно воспринимается богатыми и приводит в бешенство бедных. Танос, чтобы успокоить бедных, говорит, что геноцид будет без разделения по материальному признаку. Геноцид. Но праведный. Беспристрастный. Не разделяя бедных, богатых. Самое веселое, что у Таноса нет никаких критериев. Сколько человек должно жить на определенной территории при определенном уровне ресурсов? Нужно убить половину и все. Вопрос, а если уровень жизни не изменится, то что, снова убить половину? Титан. Мир каких много. Много ртов, всего на всех не хватает. Нам грозило вымирание, я предложил выход. То есть, если бы Танос удали отгеноцидить половину населения планеты Титан, то все было бы окей, а поскольку не дали, вымерли все. Где? Связь. Если Танос прав, то вымерла бы только часть населения, может половина, как и хотел Танос, но не вся планета. А оставшаяся половина, по идее Таноса, должна процветать. Танос в фильме противоречит сам себе. А мои предсказания сбылись. В фильме показано, что планета действительно мертва. То есть, сюжет идет за маниакальной правотой Таноса, а не за реальностью. Фильм, по моему мнению, пропитан идеей золотого миллиарда. Можете считать меня параноиком. Самое веселое, что во всех фильмах о супергероях побеждают герои, но в этом фильме побеждает злодей. И реализовывает свой план по геноциду половины землян. Именно земля, потому что смерти других жителей космоса не показана. У нас есть Халк. Можно подумать, что не может быть ничего тупее появления Халка из ниоткуда. Но режиссер превзошел себя. Возвращайся в челнок. Гном-кузнец намного больше Халка, но он точно так же, как и Халк, появляется из ниоткуда. То есть, план Таноса мог накрыться еще на стадии производства перчатки, если бы Асгард выполнил обещание и защитил кузницу. Очередная драка, состоящая из спецэффектов, где никого не убили. Но это очевидно, ведь драка Мстителей со Мстителями. Самое интересное, Зоб и Черный Гном говорили со Мстителями. Танос говорил со Стрэнджем. Перед последней битвой Проксима говорила с Черной Вдовой, Капитаном Америкой и Пантерой. И надо же, когда встретились Мстители со Мстителями, никто ни с кем не говорил, а сразу начали мочить друг друга. Доктор Стрэндж висит в воздухе абсолютно спокойно, а теперь дорисовали графику. Он назвал точную цифру, у него что, как у Терминатора встроенный счетчик? Последняя битва должна была быть самой эпичной в истории Мстителей. Но в 1999 году вышел фильм «Звездные войны. Скрытая угроза». И теперь Мстители смотрятся слегка смешно. Мстители смотрятся слегка смешно. Мстители смотрятся слегка смешно. Мстители смотрятся слегка смешно. Тор разговаривает с енотом без телефона или рации. Теперь расстояние между Тором и енотом увеличилось, и Тор должен кричать, чтобы его слышали. Как они разговаривают, если расстояние между ними огромное? То есть Тор не может подождать пару минут, чтобы починить механизм, но зато он может сгореть заживо и никто не сможет убить Таноса Секирой. Я понимаю, что режиссер хотел нагнать пафоса. Тор экономит каждую минуту и готов пожертвовать собой, но в результате сцена вышла со вкусом идиотизма. Тор, конечно, бог по сюжету и мог выжить при любых условиях, но одежда у него не божественная, и она должна была сгореть. Секира спасет! Где рукоять? Древо! Найди рукоять, живо! Идеальная подготовка при создании мощнейшего оружия в истории, тем более, что у Гнома было полно времени. На самом деле, это очередное ржавое ружье Marvel. Когда Грут отсекает руку, чтобы спасти Тора, это выглядит намного эпичнее, чем когда Тор хочет сгореть заживо. Очередное клише, все Мстители одновременно начинают проигрывать драку, чтобы создать иллюзию безнадежности у зрителя. Хэппи-энд. Прилетел Тор и всех спас. Подать мне Танаса! Дайте мне голову, Соридзавы! Танос может использовать камень реальности, чтобы превратить Дракса в кубики Амантис в ленточке, но он использует камень, чтобы превратить кирпичи в летучих мышек. Сколько победных? Один. Первый вариант. Старк сделает секиру и отрубит руку или голову Таносу. Вариант номер два. Старк держит руку с перчаткой, Стрэндж откроет портал и Старк втащит руку в портал, и Стрэндж закроет портал. Перчатка уже была в руке Человека-паука, но режиссер вовремя сделал из звездного идиота истеричку, чем похоронил персонажа в глазах зрителей. Почему Танос опять не применяет перчатку по назначению, а кидается метеоритами? Этот город мал для двух супер-злодеев. О, ты злодей, это правда, но совсем не супер. Да? А в чём разница? В спецэффектах! Это битва не за планету Земля, битва не за Лаканду, битва не Мстителей против Таноса. Это битва за время, чтобы Шури успела достать камень с головы Вижена, не убив его. То есть главный на этой планете Вижен. Кто его охраняет? Да никто! Всем похуй на Вижена! И по этой причине Корвус спокойно ходит по замку и нарезает охрану. Мстители вспомнили о Вижене только тогда, когда он с Корвусом выпал в окно. Мстителям нужно открыть охранное агентство, потому что они идеальные телохранители. Если передо мной встанет выбор, камень, вы или вот он, я без колебаний пожертвую любым из вас. Поскольку на кону судьба вселенной. Стой! Пощади его. И я отдам тебе камень. То есть, жизнь Тони Старка важнее жизни половины вселенной. Тем более, что камень хитро спрятан и Танос гарантированно его не найдет. Почему Проксима бьет Ванду вместо того, чтобы отрубить ей голову? Почему Проксима ей что-то говорит и ждет, пока Черная Вдова что-то скажет? А кто сейчас защищает Вижена? Да никто! Всем похуй на Вижена! Вместо того, чтобы достать камень, гном швыряет Вижена, давая ему время, чтобы пришла подмога. Почему она не убьет Ванду мечом, ведь та лежит без сознания? Вместо этого она прыгает за километр на Черную Вдову. Проксима, что с тобой не так? Вижен сто раз говорил, что камень нужно уничтожить, потому что жизни других важнее его. Но никто не слушал. И результат предсказуем. Мстители подарили Таносу последний камень. Подведем итоги. Перчатку Танос получил, потому что Мститель Тор не защищал кузницу. Второй камень отдал Локи за брата. Третий камень был у коллекционера, которого вообще никто не охранял. Четвертый камень Гамора отдала за сестру. Пятый камень Стрэндж отдал за Старка. Шестой камень отдали Мстители, потому что не слушали Вижена, когда он говорил, что камень нужно уничтожить. Вы понимаете, насколько невыполнимая задача была у Таноса? Но Мстители все сделали за него. Ну и, конечно же, реклама четвертой части Мстителей. Кэрол Денверс, она же Капитан Марвел, наведет справедливость и разберется с Таносом. Хэппи энд!